Радостные события В Катунаках, в Каливе, достойно есть, около пятидесяти лет назад жил один старец с тремя своими послушниками, отцом Георгием, отцом Походом. После смерти старца его преемником стал старший по монашескому постригу отец Георгий. Однако из-за того, что новый старец был очень простым и совершенно неграмотным, два других брата не захотели ему подчиняться, будучи более образованными, чем отец Георгий, а также немного гордыми, и оставили его. Со временем они расстались, потому что опять один не смог подчиниться другому. Они сменили множество мест, переходя из монастыря в монастырь, из кельи в келью. Однажды один из них вспомнил о старце, которого они оставили одного на старости лет, и решил пойти навестить его. Набрав в котомку благословений, он отправился в путь. Подойдя к колеве, по соседству с которой жил старец, он спросил о нем, но там ему сказали, что уже давно его не видели. Другой монах сообщил ему, неделю назад у него из трубы шел дым, должно быть у него все в порядке. Наконец он со все возраставшим беспокойством добрался до колевы и, обнаружив, что снаружи и внутри ее стояла полная тишина, забеспокоился еще больше. Он начал громко кричать и стучать в дверь, но безрезультатно. Наконец он налег на дверь, отворил ее и вошел внутрь. Увидев старца, лежащим на кровати, он обратился к нему. «Благослови, старче, как твои дела? Вот пришел повидать тебя». Старец же с большим огорчением ответил. «О, благословенный, лучше бы ты не приходил, потому что, как только ты вошел, исчез святой ангел, который служил мне. Поэтому я и не открывал тебе. Больше не приходи, благословенный, потому что ты прогоняешь святого ангела». Брат ушел в свою келью, а старец остался лежать на досках своей кровати, оставленной всеми людьми. Но Бог, так как он предал себя в руки его, сподобил его принимать служение от ангелов. Приблизительно в то же время и в том же месте, только чуть дальше, в скиту святого Василия, жил отец Феофилакт, отличавшийся великим благоговением и подвижническим духом. Все вокруг считали, что он святой, потому что сколько он не пытался укрыться от людских глаз, его святая жизнь не могла оставаться неизвестной. Часто отцы видели его в пребывающем состоянии созерцания. У него было два послушника – отец Арсений и отец Памфил. Как я уже сказал, отец Феофилакт, с одной стороны был великим подвижником, а с другой отличался великим благоговением и часто приходил в состоянии сердечного умиления, так что ему трудно было молиться в присутствии людей. Чтобы другие не слышали его плача и не видели его слез, которые он не мог удерживать, во время богослужения он обычно удалялся в горы и пещеры и возвращался утром. Он жил высокой духовной жизнью, однако свои добродетели старался возделывать незаметно, так как имел великое смирение. Однажды зимней ночью он вновь ушел в горы совершать свое богослужение, но тут началась вьюга. Отцы заволновались, не обнаружив утром своего старца, и пошли искать его, боясь, что его занесло в горах снегом. Во время поисков они вдруг заметили на скале что-то черное и подошли ближе. Они очень опечалились, когда увидели, что их старец совершенно неподвижен, так как подумали, что он замерз. Но когда они дотронулись до него, то увидели, что его тело пылало жаром, и снег вокруг него от его горячей молитвы растаял. От прикосновения святой старец с трудом пришел в себя, выйдя из состояния духовного созерцания, в котором находился. Или лучше сказать, его ум вновь вернулся из рая в удел Божией Матери. Один раз, когда он, находясь в скиту святого Василия, пребывал в состоянии созерцания, бесы перенесли его в Ковсоколивский скит, чтобы отвлечь от молитвы. Однако и на сей раз у них ничего не вышло. Старцы в тех местах говорили, что отец Феофилакт водил большую дружбу с дикими зверями, которые чувствовали его любовь и приходили к нему в Ковсоколиву, когда имели какую-нибудь нужду. Однажды косуля, у которой была сломана нога, подошла к его келье и начала жалобно кричать, показывая старцу свою сломанную ногу. Тот принес ей немного сухарей, чтобы она подкрепилась, а сам тем временем изготовил две дощечки, наложил ей на ногу шину и сказал «Теперь иди с миром, а через неделю приходи опять, я посмотрю твою ногу». Добрый старец понимал животное, как врач понимает больного человека, потому что стал человеком Божиим. Да будут с нами его молитвы, а также молитвы всех преподобных отцов наших. Молитвами преподобных афонских отцов наших, Господи Иисусе Христе Божий, Богородицею помилуй нас. Аминь. Ангел восьмого дня. По объяснению святых отцов, седмицами исчисляется время века сего, а восьмой день – это символ нескончаемой вечности, жизни будущего века. Отец Вениамин Катунакеот еще в миру жил очень благочестивой жизнью, потому что воспитывался в семье с крепкими христианскими устоями. Чрезвычайная любовь юноши ко Христу заставила его оставить родителей, родину, работу, он служил в полиции, а также мерзкие радости и прийти в удел Божией Матери на Святую Гору, чтобы записаться добровольцем в ангельский монашеский чин. В начале он отправился к старцу Калинику Исихасту. Рассудительный отец Калиник сразу же увидел его великую ревность, но при этом заметил и болезненность его тела. Поэтому он рассказал ему об образе своей жизни, чтобы юноша искал себе другое место с менее строгим уставом. — Я, дитя мое, — сказал он ему, — ем по пятьдесят драмов. Один драм равен трём целом двум десятым грамма. По пятьдесят драмов сухарей с водой один раз в день после девятого часа. Если ты сможешь выдержать такую жизнь, оставайся. Если же нет, иди куда-нибудь в другое место. Так как юноша имел предрасположенность к туберкулезу, и его здоровье не позволяло ему нести такие суровые подвиги, он пошел к старцу Пахомию в Калеву достойно есть. Там он принял постриг с именем Вениамин и с ревностью подвязался на протяжении многих лет. Он был великим подвижником, несмотря на свое слабое здоровье. Каждую ночь проводил в бдении, а днем у него в руках всегда было либо рукоделие, либо святоотеческая книга. Молитва никогда не покидала его уст до конца жизни, когда ангельская душа его возлетела на небеса. Когда его душа отходила на небеса, одна Христа ради юродивая, находившаяся возле монастыря Кератеи и смотревшая за овчарней, громко закричала. Ох-ох, что мы потеряли! Ушел, ушел! Только что умер Вениамин и Скотунак. Его душа пошла ко Христу, и Христос повелел ангелам повязать на лоб и Вениамину красную ленту с надписью «Ангел восьмого дня».